Трагическую дату отметили в минувшее воскресенье сербы, 14-ю годовщину натовских бомбежек, которые положили начало процессу нарушения территориальной целостности Сербии и попрания суверенитета этой балканской страны. Тем не менее, Косово как независимое государство до сих пор не признана почти половиной стран мира, и большая заслуга в этом – Межпарламентская Ассамблея и Православия. Члены этой организации и православные депутаты из 26 стран мира неоднократно выносили на повестку дня в своих парламентах вопрос неприкосновенности границ Сербии. С представителями сербского парламента «Скупщины» мы встретились в рамках форума, организованного Межпарламентской Ассамблеей Православия в Стамбуле. Межпарламентская Ассамблея Православия очень много помогает Сербии в ее усилиях по защите территориальной целостности и суверенитета от всех тех, кто старается насильно отделить Косово и Метохию от сербского государства. Межпарламентская Ассамблея Православия сильно поддержала Сербию в ее борьбе за уважение международного права, за невозможность в водостороннем порядке албанской страной провозгласить независимость. И мы за это благодарны православным странам, депутатам парламентов, которые на всех конференциях голосуют за уважение международного права и территориальную целостность Сербии. Стоит отметить, что депутаты-члены Межпарламентской Ассамблеи Православия отстаивают интересы Сербии и косовских сербов не только в православных странах, где проблема Косовой Метохии на слуху. В Польше всего один православный депутат, но именно он первый в Польше в Сейме сумел поднять вопрос о защите христиан в Косово. Именно он организовал уникальную выставку, это прошло уже шесть лет назад, посвященную разрушениям христианских храмов на территории Косово. И эта выставка объехала 17 парламентов Европы. Депутат польского Сейма Евгений Чиквин с коллегами-единомышленниками редакции журнала «Православное обозрение» и фондом имени князя Константина Острожского организовал не только выставку, но и сбор гуманитарной помощи для косовских сербов, сбор средств на восстановление косовского монастыря Зочишты. С тех пор в польском Подлясе ежегодно проходят акции в поддержку сербов Косово. Этим летом был организован фестиваль сербской культуры Видавдан. Совсем недавно, в феврале, митинг в центре Белостока против незаконного отделения Косово от Сербии. Это много значит для сербского народа Косово и Метохии и всей Сербии. Таким образом уважается принцип постоянства границ и принцип сотрудничества государств в Европе. И это для нас поддержка в том, что мы правы, что мы должны выстоять, не сдаться, потому что Косово – сердце Сербии. А если нет сердца, если сердце не бьется, тогда и нет жизни для всей Сербии. И если мы должны выбирать между Косово и Метохией и Европейским Союзом, мы всегда за Косово и Метохию в составе Сербии. В следующем году в Белостоке на Видавдан факультет православной теологии Белостокского университета и польский фонд Видавдан организуют конференцию «Умереть, чтобы жить!» Европа 21 века против завета святого царя Лазаря. Стоит отметить, что вопреки основному курсу Евросоюза за сербское Косово переживают во многих странах Европы. И такая общественная, народная поддержка в виде митингов, концертов, выставок и различных форумов не менее важна для сербов Косово и Метохии, чем официальная позиция тех или иных государств. Восточноевропейское бюро телеканала «Союз», Стамбул, Белосток.